Вы продолжаете звать людей. Добрый вечер, дорогие друзья! Я очень рада, что сегодня нахожусь вместе с вами. Зовут меня Ольга Зайцева, бриллиантовый директор компании Арифлейм, один из организаторов онлайн-проекта Project Cool. И сегодня у нас не обычный вебинар. Сегодня у нас вебинар, который будет таким стартовым вебинаром для целой недели такого марафона знакомств. Я так думаю, что это будет очень полезно, интересно, продуктивно и, конечно же, даст вам новые идеи развития вашего бизнеса. Итак, друзья мои, люди, которые приходят в сетевой маркетинг в компании Арифлейм в частности, вообще изначально делятся на три категории. И вы это прекрасно, наверное, уже знаете, а кто не знает, я вам сейчас про это как раз и расскажу. Итак, три категории людей, с которыми мы с вами общаемся внутри компании. Первая категория, она достаточно многочисленная, категория, я бы даже сказала, самая многочисленная. Это люди, которые приходят в компанию просто как активные потребители. То есть им очень нравится продукция, у них есть какие-то любимки среди продукции, и они из каталога в каталог делают некие личные заказы, в зависимости от того, ну, участвуют они в каких-то дополнительных активностях, подарках и акциях, либо просто берут какую-то любимую продукцию для себя. Это первая категория людей. Вторая категория людей – это люди, которые любят продавать. Вообще, по статистике из 100 человек, пятеро обязательно любят продавать. Причем делают это легко, красиво, с удовольствием, и не потому, что их кто-то заставляет продавать, не потому, что их кто-то вынуждает каким-то образом, а потому что для них это, ну, наверное, как дышать, да? Они это делают легко, и даже, наверное, не замечая, не задумываясь об этом, да, по пути, можно так сказать. Это вторая категория людей. И третья категория людей – это люди, которые организовывают первые две категории, понимаете, да? Люди, которые являются организаторами товара оборота, люди, которые приглашают вот этих вот первые две категории и находят среди этих первых двух категорий как раз единомышленников, да, которые в итоге тоже станут организаторами товара оборота и тоже начнут помогать людям зарабатывать деньги, будут их обучать, будут их вдохновлять, будут их вести за руку по этой очень-очень-очень интересной дороге. Ну, и если говорить о профессионализме, то, конечно же, профессионалами сетевого маркетинга и люди, которые могут сказать, что они на самом деле работают с компанией Арифлейм и зарабатывают, конечно же, это люди третьей категории. Это люди, которые умеют организовывать большие товарообороты. Первые две категории – это люди, которые, ну, скажем так, наверное, для них это больше хобби, нежели можно назвать какой-то серьезной работой. Я надеюсь, что вы со мной согласны. Кстати, если вы со мной согласны, то поставьте плюсики, а я пойму, да, что вы меня видите и слышите, и все прекрасно. Итак, конечно же, конечно же, когда человек первый раз приходит в компанию и слышит первый раз о возможностях компании, то каждый, вот по-любому, начал он приглашать людей к себе в команду, поставил ли он какие-то глобально амбициозные цели, либо он, может быть, не понял с первого раза, а может быть, не поверил с первого раза, что вообще можно так круто поменять свою жизнь. Но каждый человек так или иначе, конечно же, задумывается. Задумывается о том, каким же образом ему тоже научиться зарабатывать вместе с компанией. И задумываясь об этом, далеко не каждый человек задумывается о том, что, как в любой другой профессии, сетевик – это такая же профессия, и, конечно же, в этой профессии зарабатывают профессионалы. Но все люди, которые пришли первый раз в сетевую компанию, они не были профессионалами изначально. Это были, ну, такие же, скажем так, обычные люди, которые жили обычной жизнью, может быть, ходили на работу, может быть, учились в институтах, в школах, в училищах, да. То есть это люди, которые, в общем-то, вели обычный традиционный образ жизни до того, как услышали о возможностях сетевого маркетинга. И эти люди, конечно же, они далеко не всегда понимают, насколько серьезная профессия сетевик. Далеко не всегда. Но, общаясь с людьми сетевого маркетинга, которые уже зарабатывают, как я уже сказала, каждый рано или поздно задумывается о том, что он бы тоже хотел зарабатывать деньги, он тоже хотел бы путешествовать, он тоже хотел бы ездить на хорошем автомобиле, он тоже хотел бы жить в прекрасном доме или квартире, смотря, о чем он мечтает и так далее и тому подобное, дать хорошее своим детям образование, да. Мечты у всех людей разные. Но в любом случае для того, чтобы исполнить эти мечты, надо стать мастером. Мастером-профессионалом, да. И настоящий сетевик – это человек, который всегда является мастером знакомств. Это человек, который может легко и непринужденно совершенно в любой обстановке познакомиться и сразу понравиться абсолютно любому человеку. И, собственно говоря, вот этот марафон знакомств, который мы сегодня запускаем и объявляем в нашей команде, это и есть марафон, который у вас сможет стать вот этим вот мастером. Мастером знакомств, да, назовем это так. Так, я подвисаю, и мне интересно, у меня только картинка подвисает или звук тоже подвисает. Давайте мне кто-нибудь напишите, Оксан, как вообще? Звук не подвисает, потому что вот картинка, я видишь, подвисает иногда. Итак, подвисаешь. Очень интересненько. Так, что же мне с этим делать? Саш, выйдете из интернета? Ага, немножечко. Ну вот сейчас вроде вот, нет, подвисает картинка. Ну, давайте пробовать. Сейчас, может быть, и звук тоже. Ага. Саша, да, подвисает у людей. Выходите все. Буду я одна тут царица полей. Вот. Все. Ну вот у меня картиночка отписывается. Я так думаю, что у вас тоже сейчас должно быть все лучше. Лучше у вас тоже. Зарабатывать для того, чтобы исполнить все свои мечты. Для этого, конечно же, надо стать мастером знакомств. И сегодня я вам расскажу, как стать вот этим мастером знакомств. Я вам расскажу некоторые такие основы, да. Ну и, соответственно, расскажу, как у нас с вами будет проходить этот замечательный марафон знакомств. Давайте пока у нас все начало прекрасно работать. Поехали дальше. Это объявление, с которым я начинала. Итак, марафон знакомств. Как я уже сказала, задача. Задача для всех, кто хочет войти в этот марафон знакомств. Цель наша. Научиться легко заводить знакомства в любом месте с любым человеком. Легко коммуницировать, общаться с людьми, научиться задавать вопросы. И в итоге, как самое главное, обмениваться контактами. То есть, друзья мои, конечно же, мы, когда разговариваем с людьми на улице, конечно же, у нас конечная цель, чтобы этот человек присоединился к нашей команде, а может быть, впоследствии стал нашим активным ключевым партнером. Но, когда над вами давлеет такая цель, иногда бывает трудно начать. Поэтому я вам рекомендую сегодня немножечко видоизменить эту цель. Давайте мы ее поменяем немножечко на другую цель. Давайте мы просто возьмем цель знакомиться и обмениваться контактами. А вот когда уже обменялись контактами, тогда уже дальше, что называется, как разговор. Как карта ляжет, да, как разговор пойдет. Если разговор идет положительно, позитивно, и вам легко дальше продолжать разговор, то, конечно же, переходим на то, что есть возможность присоединиться к нашей команде, получить дисконтную карту, личный кабинет на сайте компании, личную скидку на продукцию и так далее, и тому подобное. Если чувствуете, что разговор так вот вам сложновато вести дальше, то вполне достаточно остановиться именно на обмене контактами. Ну, а потом еще раз созвониться с человеком и уже делать предложение этому человеку. Итак, что же вам потребуется для того, чтобы стать активным участником нашего марафона знакомств? Ну, во-первых, конечно же, вам потребуется сотовый телефон. Почему? Потому что лично я, когда обмениваюсь контактами, я всегда сразу, вот прям тут же сразу, делаю дозвон человеку. Почему я это делаю? Ну, просто потому что человек может ошибиться в одной цифре какой-нибудь, когда мне называл номер телефона, или пропустить какую-нибудь цифру, или еще что-то может произойти, да, такое. Поэтому я всегда сразу проверяю все сотовые телефончики и делаю дозвон человеку. Говорю, давайте я вам сделаю дозвончик, у вас висит с собой номер, вам так будет легче вбить этот номер в базу своих контактов. И обычно все прекрасно на это соглашаются. Дальше. Вам обязательно нужен будет блокнот знакомств. Для чего вам нужен блокнот? Если вы будете сразу вписывать номера телефона в сотовый телефон с именами, то вы потом просто потеряетесь. Вы не будете знать, с кем вы познакомились, как вы познакомились, зачем вы познакомились, да, и какие были обстоятельства вокруг вас, и что вам человек про себя, может быть, успел рассказать. Поэтому, чтобы не потеряться, ну и для того, чтобы нам потом в итоге подвести итог от всего нашего марафона знакомств, вам обязательно нужно завести блокнот знакомств, куда вы будете вписывать контакты людей. И я, например, вот я вам прям покажу свой такой блокнотик, видите? Вот я прям близко покажу, видите, вот имя написано, телефончик, вот так вот телефончик написан, и что-то еще, о чем, ну, мне человек успел сообщить, потому что я очень много знакомлюсь с людьми, вот если вы посмотрите, да, вот когда спрашивают, ну вот как вы стали бриллиантовым директором? Вот я вам объясняю. Вот этот блокнотик я завела, по-моему, этой зимой. И вот если вы посмотрите знакомство, вот смотрите, ребят, смотрите, это мой блокнотик. Это реальные, живые люди, самые настоящие. Везде, видите, телефончики. А если вы обратите внимание, вот вам плохо видно, но возле некоторых людей вот потом появляются регистрационные номера. Вот, видите? То есть вот сверху, выше вот регистрационный номер. А вот дальше смотрите, видите, нет номеров, значит, просто познакомились. И, скажем так, вот я себе зафиксировала, у меня будет повод еще позвонить данному человеку потом. Посмотрите, какое количество, посмотрите. И это, вот это, это всего на все вот с этой зимы. Вот такой блокнотик. У меня здесь таких блокнотиков. То есть у меня все время лежат эти блокнотики. Вот новый блокнотик, смотрите. Он уже, этот тот кончился, да, и вот пошел следующий блокнотик. Смотрите, сколько телефонов. Я не знаю, вот знаете, что-то начала вам показывать эти блокнотики. И вот новый завела блокнотик сейчас, да, для марафона знакомых. То есть у меня, ребята, таких блокнотиков вот здесь, вот прям вот, смотрите, вот я достаю. Это все блокнотики мои. Это блокнотики, которые вот только у меня тут вот возле компьютера лежат. Смотрите, какое количество. Это только за этот год работы. Это не за, я не знаю, надо в Самару приехать на время, Лена. Вот, это не за какое-то продолжительное такое огромное промежутное время. И это делается очень-очень быстро, да. Так вот, обварную книгу. Люб, я бы завела обварную книгу, мне неудобно. Я вот что-то так привыкла вот с этими маленькими блокнотиками. Я вот прям вот пишу-пишу-пишу все в блокнотиках, а закончился. Следующий беру, этот складываю. И вот так вот они у меня движутся, эти блокнотики. Вот. Значит, вам понадобится вот такой блокнот знакомств. Еще раз повторяю, что я туда записываю. Я записываю имя человека, я записываю сотовый телефон тех человека. Я записываю обстоятельства, при которых мы познакомились. И до чего договорились, скажем так. Вот так, да? А, уже без очки со всеми перезнакомилась, да? Вот. И, в общем, иногда без специальности человек рассказывает. Иногда, вот, например, у меня тут написано про человека, вот что-то написано, написано четверо детей, например. Вот, видать, мне человек сам рассказал, бухгалтер. Потом раз, запятая, зарегистрировано. То есть, в итоге выяснилось, да, что человек зарегистрирован, например. Ну, то есть, по-всякому. Бывает, заканчиваются эти знакомства. Горейское знакомство всегда заканчивается одним и тем же. Тем, чтобы познакомились два прекрасных человека. И вполне возможно, по жизни могут друг другу пригодиться. Для того, чтобы стать мастером, нужно вот обрасти вот такими вот знакомствами. Итак, значит, блокнот знакомств, ручка, конечно же, которую вы будете, собственно говоря, записывать свои знакомства. И, 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 и что еще? Что-то еще хотела сказать, отвлеклась, забыла. Ну, ладно, вспомнить, скажу. Так, кто твой телефон, блокнот, ручка. Ладно. И, собственно, что еще, да, что еще дает нам вот такой вот запуск марафона знакомств, это, конечно же, научиться самодисциплине, потому что очень часто бывает, что люди в тетивом не преуспевают только по одной простой причине. Они работают от случая к случаю, то есть нет какого-то четкого графика работы, да, когда бы они знали точно, что вот в какое-то время конкретно они делают вот такое действие конкретное. И я, кстати, специально именно из-за этого тоже ввела себя в такой вот летний график, летний режим. И я лично сама каждый день с 3 до 6 часов дня, да, нахожусь в офисе в сервисном центре компании «Арифлей» на «Корабельной 13». И также мы выходим на улицу, знакомимся с людьми. Если получается, заводим их сразу же в сервисный центр, и, собственно, дальше продолжается наше знакомство. Если не получается, что человек не заходит, значит, вы до чего-то договариваете и просто обмениваете контактами. И вот таким вот образом происходит каждый день в обязательном порядке. Итак, что же вам нужно, какие нужно знать правила для того, чтобы вам было легко и комфортно знакомиться? Давайте быстренько по ним пробежимся. Итак, первое, конечно же, думать не о себе. Дело в том, что все люди зациклены на себе любимом. И часто бывает трудно сделать первый шаг только по одной простой причине, что человек думает, а что о нем подумают другие. Так вот я вам хочу сказать, что по-хорошему снимайте фокус себя, начинайте думать о других. И помните, пожалуйста, всегда, что каждый человек думает точно так же, как и вы. То есть он тоже думает о том, что о нем подумают другие. Поэтому, когда вы идете знакомиться с человеком, думайте об этих людях. Вот о чем, например, думаю я, чтобы у меня появлялось такое количество контактов? Я думаю о том, что человек, который познакомится со мной, он, знаете, как волшебную палочку получит. Вот я такая волшебница. Если этот человек со мной познакомится и услышит, и примет то, что я ему говорю, то в его жизни произойдет просто волшебство. Его станет жизнь вот той сказкой, о которой сегодня, может быть, даже еще пока не мечтает. И вот с этой установкой я иду знакомиться к людям. С этой же установкой я звоню по телефону. То есть у меня вот всегда идет внутренняя вот такая вот установочка. Дальше, второй. Конечно же, делайте комплименты. Вообще, самый простой способ понравиться человеку и присоединиться к этому человеку, это, конечно же, сделать комплимент. Причем комплимент должен быть, конечно же, искренний, от всей души это должен быть комплимент. Всегда есть, что похвалить. Можно похвалить внешность, что-то из внешности, Да, глаза, помагу, цвет, например, да, прическу, может быть, цвет волос, может быть, стиль в одежде, может быть, загар какой-то, да, может быть, энергию какую-то, которую вы почувствовали от этого человека. Ну, то есть всегда есть что похвалить человеке, если ты к человеку, скажем так, подходишь с открытым сердцем, с открытой душой. Я вам хочу сказать, что если вы нашли, в чем присоединиться и в чем похвалить человека, это 80% успеха, потому что, ну, вот как вы представьте себя на месте человека, когда вам говорят приятные вещи, а как вы относитесь к тем людям, которые вас хвалят и говорят приятные вещи, как вы к ним относитесь? Ну, конечно же, положительно, да, поэтому и к вам люди будут относиться точно так. Обязательно нужно улыбаться, всегда. Вот почему говорят, что вот сетевиков всегда видно? Потому что они улыбаются. А почему сетевики улыбаются? Да потому что перед ними совершенно лучезарное будущее, и чего бы им не радоваться, да. Я прихожу в офис, мы встречаемся, обнимаемся, радуемся, что мы встретились. Встретились, да, вот вчера, например, у нас в офисе проходила лидерская школа, и было задание, да, да, располагаю, и было задание выйти на улицу, вот прям сразу же, да, выйти на улицу и познакомиться с кем-нибудь, вот прям на ходу, можно так сказать. И это было уже, проходило занятие после закрытия офиса. Офис у нас за 19 часов, а мы арендовали зал на 20 часов. И охранник сидел внизу, и представляете, без 28 толпа людей, да, просто толпа людей вываливается радостно, шумно, вываливается из сервисного центра, и куда-то все несутся на улицу. Охранник, который ждал, чтобы закрыть сервисный центр, ну, у него-то вообще-то рабочий день, он наемный сотрудник, да, и он относится, как и все остальные. Он, конечно, подпрыгнул радостно. И тут спускаемся мы и говорим, мне нет, это люди не ушли, они сейчас вернутся. Вы бы видели его лицо, друзья мои. Это было что-то с чем-то. То есть, понимаете, вот в этом разница. Вот человек наемный, да, он тоже сидит в сервисном центре компании Арифлэй, но это наемный сотрудник, да, который подпрыгнул от счастья, что вот сейчас он спокойненько закроет и все, да. И мы, которых он потом до 15 минут 9 не мог никак выпроводить из сервисного центра, потому что нам не хочется уходить, нам интересно, нам кайфово друг с другом, нам весело, мы делились эмоциями. Все рассказывали, кто как познакомился, с каким количеством людей, понимаете, да, то есть от нас какая шла энергетика. Вот она разница, вот она энергия вот эта, да, вот это улыбки, да, которые невозможно пропустить мимо. Поэтому, друзья мои, если вы хотите, чтобы на вас обращали внимание, всегда улыбайтесь. Улыбка открывает любые двери, любое дело начинайте с улыбки. И опять же всегда помните, если вам улыбнулись, что вы хотите сделать в ответ? Ну, конечно же, улыбнуться. И самый простой способ начать разговор, какая у вас красивая улыбка. Вот вы знаете, опять же, да, очень простой, легкий комплимент, который ни к чему не обязывает, но однозначно располагает к себе. А, конечно же, нужно запоминать, а для этого нужно записывать имя человека, с которым вы познакомились. Вот видели, да, я блокнотики вам показывала, у меня везде, везде, везде записаны имена. Потому что при таком количестве знакомств, ну, при всем моем желании, я все эти имена запомнить никак не смогу никогда в жизни. Поэтому я все записываю, и всегда, в общем-то, у меня огромная база, да, вот таких вот данных идет, где есть контактные телефоны, имена людей. И если я перезваниваю через какое-то время снова человеку, да, вы видели там большое количество людей, у которых нет регистрационных номеров, то есть наше знакомство не привело к тому, чтобы человек пришел в организацию. Поэтому через некоторое время я, конечно же, смогу снова позвонить к тому человеку и просто спросить, как у вас дела, что изменилось в жизни, какие вообще новости у вас, да, а у нас вот такие новости. И когда я такие вещи делаю? Ну, вот компания объявит какую-нибудь такую сумасшедшую акцию новую, да, и вот под каждую акцию я раз опять прозваниваю людей, говорю, а у меня вот такие вот новости, может быть, вам сегодня будет интересно. И поэтому я веду вот эти записи. Поэтому всегда все записывайте, и у вас будет повод вернуться, вернуться к этим людям легко и непринужденно. Потому что одно дело, вы звоните человеку и вообще не помните, кто этот человек, откуда, как познакомились, где что. А другое дело, да, вы берете вот такой свой блокнотик знакомств, который вы теперь себе заведете, да, звоните человеку, говорите «Здравствуйте, Вика!» Все, или там «Привет, Вика!» Да, все, человек уже к вам расположен, потому что, ну, раз вы обращаетесь по имени, значит, вы каким-то образом знакомы. Дальше, конечно же, помним о том, что очень важно оказать красивое первое впечатление. Помним, всегда по слове «встречают по одежке, а провожают по уму». Человек фиксирует свое первое впечатление о вас за первые 5-10 секунд. Что он может знать о вас за первые 5-10 секунд? Ничего, вот ничего. Это чисто визуальный такой вот анализ, да. Как он может просканировать вас? Вот хочет он с вами дальше общаться или не хочет? Это, конечно же, зрительный контакт, да. А смотрите ли вы в глаза человеку, насколько у вас открытый взгляд, насколько у вас лучезарная улыбка, да. То есть если вы улыбаетесь, значит, вы уже располагаете себе. А какая у вас, например, прическа, да, ухоженная или неухоженная? То есть не означает, что надо вечернюю прическу сделать при знакомстве, но просто быть ухоженным человеком, да. Конечно же, обращают внимание у девочек на макияж, да. Даже если вы не привыкли делать яркий макияж, лицо должно быть ухоженным, и это в обязательном порядке. На руки очень сильно люди обращают внимание первые несколько секунд, да. То есть ногти, как выглядят сами руки, пальчики. То есть вот на руки именно смотрят люди, да. Вот, одежда. То есть как вы одеты не в плане дорого или недорого, это совершенно не важно, дороговизна одежды. А важно, чтобы одежда была опрятная и, конечно же, тоже располагающая к себе. Потому что если мы с вами находимся в индустрии красоты, то, конечно же, должны мы выглядеть, ну, так, чтобы на нас было приятно посмотреть. И дальше, помимо визуального, идет еще обоняние работает, да. То есть аромат. Какой от нас исходит аромат. И у нас огромная коллекция ароматов, поэтому можете даже себе вот какой-нибудь аромат такой, можете придумать специальный аромат для знакомства, например. Знаете, как бывает? Вот бывают какие-то ароматы, они как ключики к чему-то, да. Вот, например, вы побрызгались каким-то ароматом, у вас сложилось удачное знакомство. И вы можете потом, выходя на знакомство специально, да, вот прям брызгаться этим ароматом. Это у вас, у вас за дне дому уже будет располагать к тому, что человек, с которым вы познакомитесь, обязательно, вот, как бы, будет этот контакт очень положительный, очень перспективный. Поэтому помните, пожалуйста, о том, что мы с вами, знакомясь с человеком, производим на него первое впечатление. И, конечно же, очень важно, какое это будет впечатление. Дальше, когда вы уже, тубероза, да, вот, Люба пишет, тубероза очень часто в последнее время привлекает внимание ко мне. Да, 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 то есть, вот, у всех есть, может быть, какой-то такой вот интересный аромат, который тоже будет привлекать внимание, человек вас будет тоже запоминать таким образом. Дальше, конечно же, очень важно, вы знаете, как все люди разные. Есть люди, которых спросили, и они быстро ответили на вопрос, да, дали контакт и побежали дальше. А есть люди, которым, наверное, в жизни мало общения, и им хочется поболтать, скажем так, да. Поэтому помните, пожалуйста, о том, что выигрывает тот всегда, кто меньше болтает. Вот прям запомните, пожалуйста, это дело. А выигрывает всегда тот, кто меньше болтает. Поэтому у нас цель – разговорить человека, а люди любят говорить о себе и узнавать о своих выгодах. То есть ведет диалог всегда тот, кто задает вопросы. Ваша задача – задавать вопросы и смотреть на реакцию человека, и запоминать, чтобы потом заприцать, что вам рассказал человек о себе. И люди легко, очень легко о себе рассказывают, и даже то, что мы их не спрашиваем. Но это дает нам возможность потом, скажем так, находить дополнительную мотивацию для того, чтобы заинтересовать этого человека, прийти к нам в команду, да, в вашей команде. Дальше, конечно же, когда вы выходите на знакомство, да-да-да, Юля, вот мы сегодня с Юлей сидели, пришла клиентка, вот всю подноготную нам рассказала, мы уже, собственно, и нам уже и не надо было столько знать, сколько нам сказали, но человек говорил, понимаете, говорил и говорил, значит, ему надо было высказаться. Ну и ради бога, да, зато мы узнали, что, то есть мы получили такую вот ниточку, она сама дала, как перевести ее на наш велос. То есть не мы ей предложили велос, а она сама вот так рассказывала о себе, что мы вот раз и нашли вот такой вот выход, как же ее перевести на наш велос. Поэтому, если внимательно слушать и правильно задавать вопросы, то, соответственно, человек о себе расскажет и даст вам вот такую дополнительную мотивацию для себя же, да. Дальше, конечно же, нужно в этот момент быть здесь и сейчас. Вообще у любого человека, психологи подсчитали, в день проносится 60 тысяч мыслей. И очень часто, когда человек идет, например, вот в нашей ситуации выходит на знакомство, то вот у него как раз, по-моему, сразу за первые 5 минут, пока он ищет с кем познакомиться, эти 60 тысяч мыслей и пробегают по голове. Вот знаете, не надо гонять эти мысли, делайте все быстро и сразу, управляйте собой, управляйте своими мыслями и, конечно же, управляйте своим настроением. Никто не может испортить наше настроение, если мы не позволим это сделать, да. Мы сами принимаем решение, какую одежду мы одеваем с утра и мы сами принимаем решение, какое настроение мы выбираем, какую реакцию мы выбираем на все то, что происходит вокруг нас. Вы знаете, происходит вокруг нас, вокруг всех практически одни и те же события, но кто-то в этих событиях начинает видеть какую-то негативную сторону, да, и говорит, ой, боже, какой кошмар, какой ужас. А кто-то начинает в этих же самых событиях видеть позитивную сторону и говорит, боже мой, как весело, как смешно, как интересно, я вообще не ожидал такой реакции, это вообще так. И начинают хохотать, например, да. Ну, то есть, смотрите, события могут быть одно и то же, а реакции у людей разные, поэтому мы с вами выбираем свое настроение, мы выбираем свою реакцию на те или иные события. Вот сегодня девчонки выходили на знакомство у меня, да, приходят и хохочут, говорит, женщина протянула руку к каталогу, да, то есть они каталог держали и через каталог знакомились. Протянула, говорит, руку к каталогу, уже, говорит, взяла его в руку и начала читать, что за каталог. Увидела арифлей и, говорит, как от огня, вот так вот попрыгнула, как ошпаренная и встала. И они это рассказывали, вот понимаете, именно с хохотом. Они говорят, боже мой, мы, говорит, так хохотать начали, вы что испугались-то, все прекрасно, все хорошо, не хотите, не берите, например, да. Вот, а другой бы, например, по-другому, может быть, отреагировал. Лично я считаю, что каждый человек имеет право выбора и реакцию на те или иные события, конечно же, выбираем мы с вами сами. Помните, пожалуйста, о том, что все люди разные, разноцветные. Что это означает, да, вот есть такой вебинар у нас, в наших вебинарах, да, по книге Тома Шрайтера «Секретный язык привлечения», где он рассказывает о том, что люди бывают красные, синие, зеленые и желтые. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто понимает и знает, о чем я говорю. И когда вы выходите, знакомитесь с людьми, а они же разные, вы понимаете, вот вы когда видите человека, вы же не видите, он какой, да, какие у него характеристики этого человека, да, какие у него качества характера. Представьте, если зеленый, например, идет, а зеленые – это люди, которым долго взвешивают, долго думают, а когда, ну, как быстро у них что-то спрашивают, они могут даже быстро, ну, как бы, с первой секунды не сообразить. А очень часто люди говорят, ой, он, наверное, там что-то обо мне думает, да он для вас думает, он вообще пытается понять, что происходит вокруг него, да, какая ситуация складывается. Если человек, например, красный, то люди красного типа, да, они все воспринимают с точки зрения, а нужно ли им это сейчас. То есть вот он на вас может смотреть, никак особо не реагировать, а при этом у него в голове мысли, так, что, 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 такой скан у него такой работает, да, нужно мне, не нужно, это мне сейчас важно, не важно, он вот, вот, может, вас даже особо не слушать, просканировать все это быстренько, и быстро вам ответить, либо да, либо нет, и побежать дальше по своим делам не особо заморачивать. А вот синенькие, да, вот Лена говорит, ну, пишет, я синенькая, а синенькие, они за любой кипич, кроме драки. То есть это вообще вот такая категория людей, которые легко сразу в офис с вами пойдут, легко познакомятся, все о себе на ходу расскажут, вот красный вам ничего на ходу о себе не расскажет, а зеленый не сообразит, что уже можно рассказывать так быстро, а вот синий, он вам начнет все быстро-быстро-быстро рассказывать, или что спрашивали, и что не спрашивали на всякие слухи, и еще что-нибудь сверху. Вот, а желтые, например, это люди, которые хотят помогать, поэтому если вы, например, выходите на знакомство и говорите человеку, вы знаете, я участвую в марафоне знакомств, и у меня задание каждый день познакомиться хотя бы с одним человеком. Вот что-то вы мне так приглянулись, у вас такая милая улыбка, вот я хочу познакомиться с вами, вы мне поможете? Все, если вы нарвались на желтого, он все дела бросит и начнет вам помогать. Более того, вот Юля у нас вчера так сделала, Игнатова, она просила не просто дать контакт этого человека и обменяться контактами, а она сразу говорила, а у вас есть еще знакомые, которые тоже, в общем-то, было бы интересно, ну, например, там, наше предложение, да? И люди ей давали контакты, понимаете, тут же, сразу, потому что люди очень любят помогать другим. Поэтому просто помните, что дело не в вас, а дело в том, что все люди разные, и, исходя из этого, реакция у всех людей разная, да? Они реагируют, исходя вот из этих цветотипов. Да, вот кто знает эту тему, уже пишут свои цвета и понимают, да, о чем я говорю, что да, на самом деле в разных ситуациях реакция будет разная. Дальше. Особенно новичков сейчас это касается, те, кто будет смотреть записи, может быть, этот вебинар, и принимает также участие в марафоне знакомств, очень важно делать касание, понимаете? Вот может быть, вот прям с первого раза вы как-то не вот, вот не с первого раза нащупаете ту нить, которая вот как вам будет удобно и комфортно знакомиться с людьми, легко, чтобы это было. У нас такая цель, чтобы вы легко знакомились. Поэтому, конечно же, учитесь делать касание. Как можно учиться делать касание? Просто учитесь делать людям комплименты. В социальных сетях, вы нашли, например, в ленту, да, увидели красивую фотографию, ну, напишите под фотографией коммент с каким-нибудь комплиментом. Если вам человек ответил спасибо, например, да, вот уже произошло касание, и вы уже можете пройти в диалог дальше, да, и там дальше уже что-то писать, касающиеся обмена контактами. Учитесь делать касание в социальных сетях, учитесь делать касание в звонках, учитесь делать касание при личном общении. То есть касание – это когда вы пообщались с человеком, но даже не важно, дошло это до обмена контактами, либо по каким-то причинам не дошло. Но касание – это такое, знаете, это такая тренировка, да, вот как спортсмены. Для того, чтобы преодолеветь большой марафон, они сначала тренируются, они же не бегут сразу, там, 48 километров, 42 километра, да, они сначала тренируются какие-то небольшие дистанции. Вот то же самое и вы. Постоянно в течение дня тренируйтесь делать эти касания, и тогда вам будет очень легко вживую уже переходить к таким знакомствам. Ну, конечно же, используйте гаджеты. То есть я, например, у меня правило такое, с каждым человеком, с которым я знакомлюсь по жизни, я всегда спрашиваю, а у вас есть какие-нибудь странички в социальных сетях, Одноклассники, Контакт? Ну, все практически говорят, да, конечно. Я говорю, ой, как здорово, давайте сразу найдемте в социальных сетях, потому что, ну, будете смотреть на мою страничку, а может быть мы чем-то будем друг другу полезны. У меня прямо эта фраза, вот, постоянно, да, на языке, что называется. Вот, и я стараюсь прямо тут же и сразу задружиться с человеком в социальных сетях. Вот у меня прям есть такое правило, я вам тоже дарю это правило. Почему это важно? Потому что люди, опять же, как я уже сказала, разных светотипов, разного темперамента, не все с первого раза понимают, включаются и присоединяются, но если они присоединились ко мне на страничку, я начинаю у них мелькать перед глазами, начинают мелькать мои посты, начинают мелькать мои фотографии, начинают мелькать мои путешествия, например, да, вот сейчас мы были в Геленджике, и я же это постила, да, я же писала, я показывала фотографии, у меня постоянно был сториз забитый, да, Геленджиком. И люди смотрят, они смотрят, они интересуются, и потом со временем, опять же, когда я делаю повторное предложение, предложение, второе, третье, пятое, десятое, часто мне люди говорят, да, мы следим, да, мы смотрим, и, в общем-то, принимают впоследствии предложение о сотрудничестве. Всегда знакомьтесь первыми, не ждите, когда, ну, к вам кто-то пойдет знакомиться, ищите повод познакомиться с человеком. В нашей ситуации нам очень просто знакомиться с людьми, потому что поводы у нас могут какие? Мы можем познакомиться через каталог, да, мы можем познакомиться, да, посмотреть новый каталог, ну, текущий каталог человеку, да, мы можем познакомиться с человеком, например, через прошедшие каталоги. Каким образом, да, вот, например, я в Самаре практикую выйти на улицу со старыми каталогами, и там наклеечка у нас обменять, каталог на подарок. Вот и все. То есть мы говорим о том, что вот есть рядом сервисный пункт обслуживания или сервисный центр, и вы можете, вот, придя сюда, обменять этот каталог на подарок. Кстати, меня зовут Ольга, а вас как зовут? Все, понимаете, вот оно пошло знакомство, и это очень быстро происходит. Поэтому нам с вами знакомиться очень просто. Ну, и в марафоне знакомств вам тоже очень просто знакомиться, потому что вы всегда на начальном этапе можете просто попросить помощи у человека для участия в этом марафоне знакомств. Дальше, конечно же, марафон знакомств поможет вам выйти из зоны комфорта, потому что очень часто трудно сделать первый шаг, ну, именно вот в силу того, что вроде бы, конечно, меня не устраивает что-то в жизни, но, в общем-то, не хуже других, и вот это засасывает очень сильно, поэтому используйте знакомство как повод выйти из зоны комфорта, начните делать то, что вам, может быть, сегодня как-то немножечко некомфортно делать, да, но я вас уверяю, вот любые знакомства, ну, только первое знакомство может быть как-то немножечко, ну, приостанавливает вас, да, как только вы первый раз улыбнулись, познакомились и заговорили с человеком, все, дальше это превращается в совершенно потрясающую игру, комфортную, приятную, интересную, и вот вчера люди, когда вышли, совершенно неожиданно, они знали, что мы их отправили в такой тренинг, этот тренинг шел всего 10 минут, и когда мы их отправили на улицу вокруг сервисного центра, сказали, идите прямо сейчас знакомьтесь. Друзья мои, вот это вообще, меня это всегда удивляет, поражает, очень радует, потому что практически все вернулись с контактами, практически все вернулись с контактами, это раз. Во-вторых, в зале были люди, у которых было 5 и более контактов за 10 минут, вы представляете, за 10 минут 5 и более контактов, и вернулись люди уже с регистрациями, мы их всего на 10 минут выпустили, а они вернулись с регистрациями, то есть они познакомились через каталог Арифлей, спросили у человека, есть ли у него дисконт или нету, человек сказал нету, дальше идет очень простое, а почему? Человек говорит, ну не знаю, там не встречался никто или еще что-то, или говорит, а я покупаю у кого-то, да, вы что? Да вы просто не знаете о том, что можно брать на 20% дешевле, да еще у нас такие выгодные акции каждую неделю, есть секретная акция, где можно купить самые любимые продукты со скидкой до 80%, вам в магазине сделают такие подарочки? И человек говорит, нет, конечно, да, вот у нас Наташа вообще была из другого города, она потерялась у нас, заблудилась, опоздала немножечко вернуться, но она вернулась с пятью контактами, представляете, вот человек вот просто вышел, не знаю, вообще ничего, никого, город даже не знаю, перешел дорогу и немножко заблудился, даже так бывает. Поэтому, друзья мои, самое главное, не останавливайтесь, просто продолжайте, каждый день продолжайте знакомиться, каждый день продолжайте общаться с новыми людьми, каждый день обменивайтесь контактами, и тогда у вас каждый день будут появляться новые партнеры в вашей команде, и самое главное, что этот марафон знакомств даст вам вот это вот движение в лето, да, когда вы, начиная знакомиться сегодня, завтра, да, на этом марафоне наших знакомств, вы уже получите вот этот опыт, вы получите драйв от этих знакомств, да, и, конечно же, у вас появятся новые партнеры в вашей команде, у вас появятся новые ключевые партнеры в вашей команде, И, конечно же, этот марафон знакомств поможет вам выполнить те цели, которые вы ставите на этот сезон. Кто-то ставит цель открыть статус директора, кто-то ставит цель открыть статус золотого директора и поехать на Пальму, на Майорку. Друзья мои, вот все это решается с помощью ежедневных знакомств. Поэтому обязательно выбирайте как минимум один час в день, выделите на это как минимум один час в день и начинайте знакомиться с людьми. Или можете это делать по пути, делая что-то еще. И я вам дарю две волшебные фразы, которые я сегодня уже произносила. Первая волшебная фраза, когда вы познакомились с человеком, вы просите у него контакт. Если вдруг он говорит, ну типа, а зачем вам, вы всегда можете сказать, а вдруг мы будем друг другу полезны. Очень хорошая фраза, которая всегда помогает и, в общем-то, после этого чаще всего человек легко дает контакт. Ну и вторая фраза, которая вообще вам легко даст знакомиться с людьми. Ну вот здесь написано, у меня есть правило знакомиться, а мы вчера пробировали немножко другой вариант. Мы вчера пробировали вариант, я участвую в марафоне знакомств. Я прохожу тренинг, который называется марафон знакомств. И мне нужно каждый день знакомиться хотя бы с одним человеком. Причем вам-то не один только нужен человек будет, да? Но вы каждому говорите, мне нужно познакомиться хотя бы с одним человеком. И сегодня вы понравились мне очень. Вот я бы хотела познакомиться с вами. Кстати, меня зовут Ольга. А вас как? Все, да? Вот такая очень простая фраза. Поставьте десяточки, если вам эти фразы понравились, и вы готовы применять их на практике. И с помощью этих фраз знакомиться. Ну и пока вы ставите десяточки. Кстати, вот смотрю, первые десяточки побежали от тех, кто вчера уже выбежал на знакомство и прибежал со словами. Батюшки, так это что, не страшно совсем, что ли? Потому что уходили многие, прям видно было, ну тяжеловато так поднялись. Отправили же, да? Надо идти, тяжеловато поднялись, тяжеловато пошли. Но забегали в зал через десять минут все с горящими глазами. Такие, знаете, счастливые, довольные, улыбающиеся, радостные размахи вот этими вот блокнотиками с контактами. Поэтому, друзья мои, да-да-да, вот, друзья мои, это очень на самом деле весело, легко, задорно, приятно, интересно. И очень объединяет, кстати, команду. Объединяйтесь небольшими группами и выходите на знакомство. Вот у меня сегодня девочки выходили по двое, по трое на знакомство, да, и приходили с контактами, либо уже с людьми, приходили и заводили их сразу с улицы. Вот, поэтому помните, пожалуйста, что привычка миллионера, да, хочешь быть успешным, общайся с успешными. И повторяй, за теми людьми, каким ты хочешь быть, их привычки. Да, и я вам сегодня показала свою привычку, я показала вам свои блокнотики знаком только за этот год, понимаете? Я вам не показала за всю свою жизнь в компании Арифлейн, да, я вам показала только вот последние, которые у меня здесь лежат под рукой и которые вот текущие, скажем так, да, блокнотики такие. Вот, поэтому, друзья мои, давайте будем знакомиться и давайте начнем наш с вами замечательный, активный, энергичный, драйвовый марафон знаком. Ну и для того, чтобы вам было интересно, для того, чтобы вы обменивались тем, как вы знакомитесь с людьми, для этого в Телеграм, да, Оксана, решение всех вопросов, новые люди, точно. Хочешь новое звание, зови новых людей, хочешь поучаствовать, получить, например, всю посуду в подарок, зови новых людей, да, получили номер телефона и на ПДД. Да, 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 Тоня, да. То есть, кто готов был зайти сразу, заходит сразу с нами в сервисный центр, либо в СПО, смотря где проводят, да, кто не готов или, например, на ходу познакомились с человеком, не возле сервисного центра, не возле СПО, да. То есть, друзья мои, это не обязательно к сервисному центру, там, или к сервисному пункту обслуживания, вы можете просто стоять в очереди, например, там, оплату коммунальных услуг, да, и познакомиться с человеком. Вы можете в магазине стоять в очереди на кассе и познакомиться с человеком, вы можете во двор выйти и с кем-то познакомиться, да, мамочки. Вообще прекрасный повод для знакомства, это, например, выйти, там, гулять с ребеночком, да, встретить такую же мамочку, чтобы детки вместе поиграли, сфотографировать, как детки замечательно играют, а потом мамочке сказать, ой, такая классная фотография, показать эти фотографии, давайте я вам ее скину куда-нибудь в социальной сети. А, кстати, так, где вы есть, а меня зовут так-то, а как вас зовут, все, вы познакомились. То есть, это должно быть такое, знаете, ежедневная практика знакомства. Сетевики – это профессиональные люди, которые умеют профессионально легко, непринужденно знакомиться много и на ходу, очень быстро, очень быстро. И вот для того, чтобы вы обменивались тем, как познакомились, с кем познакомились, что за человек, вот, Ирина пишет, познакомилась в автобусе, когда ехала с работы, взяла контакт, супер, потрясающе, вот, знаете, легко, просто и непринужденно. Мы создали в чате, в телеграм, в мессенджер телеграм, мы создали чат, который называется «Марафон знакомств». Давайте поставим плюсики, кто у себя уже увидел этот новый чат, кто у себя уже увидел этот новый чат, кто из присутствующих не увидел у себя новый чат «Марафон знакомств». Пожалуйста, вы обратитесь к своим наставникам, для того, чтобы они вас добавили в этот чат, и всех своих вот людей, кто готов поучаствовать в этом марафоне знакомств, также добавляйте в этот чат для чего? Для того, чтобы люди там обменивались, да, с кем они знакомятся, как они знакомятся, это уже с этого чата, вот, видите, здесь уже написано, да. Вот Ирина Приешева пишет, вчера познакомилась с девушкой, продавец кулинарии и парнем на улице, обменяет контактами, попросила помочь, сказав, что у меня задание. Вот очень простой способ. Ира Андреева вчера познакомилась с девушкой на улице, взяла контакт, рассказала о возможности быть вип-клиентом, регистрация. Сыгурова Ольга сегодня взяла контакт с девушкой, продавцовую в магазин, кассир, дала свой, предложила общаться. А вот Наталья сегодня, гуляя с внучкой, познакомилась с двумя мамочками, Ириной и Аней. Сказала, что участвовала в марафоне, знаком с интересными людьми, обменяясь контактами. Люба Савинкова сегодня познакомилась с Маргаритой, продавец сети магазинов, предложила дельпроцент, что такое дельпроцент, предложила пока дружить, и возможно, в будущем друг другу полезны. Наталья, продавец сети пивоварен-кузниц, Лиля, просто прохожая, пригласила ее за подарков. Елена, просто прохожая, предложила ей дружить, так как, возможно, будем друг другу полезны. Вот Ирина пишет, познакомилась около сердственного центра, взяла два контакта, договорились созвониться. Татьяна, познакомилась вчера около сердственного центра с двумя девушками Аней и Леной, взяла у них контакты, просто сказала, что участвовала в марафоне знакомств, попросила помочь. Настя пишет, вчера познакомилась женщину, зовут Ирина, недалеко от сердственного центра, обменялась контакты, просто сказала, что участвовала в конкурсе, попросила помочь. Вот Ирина Шевченко пишет, я сегодня пошла в магазин, обменялась контакты с котиром, договорились созвониться. понимаете как все просто очень очень просто вот вы пишете сегодня 3 реги с этого способа с которым 2 заказами но потрясающе кто хочет чтобы у вас был каждый день регистрации 2 заказами мне кажется очень круто да вот а я по детским площадкам бомблю юля пишет правильно юль с двумя детками где еще бомбить конечно по детским площадкам смотрите как просто как эффективно как приятно как задорно как интересно друзья мои я вас приглашаю в этот барафон знакомств я вас приглашаю начать всех знакомиться со всеми кто вам понравится и как раз выработать себе вот эти вот привычки знаком которые во первых вы обрастете командами а в третьих точно знаю что среди этих людей обязательно будут ваши будущие лидеры и директора кто хочет будущих лидеров и директоров к себе в команду ну-ка быстренько пятерочки поставили а я так думаю что эти люди первые побегут знакомиться потому что но а где по-другому находить новых людей своей командой как еще раз напомню написала оксана решение но всех вопросов новые люди и новые люди как раз придут с вами через вот этот замечательный марафон знакомств и так друзья мои мы объявляем марафон знакомств задание первое добавится в чат марафон знакомств да уже сказала о том что если вы в чате не добавлено попросите своих наставников вас туда добавить в этот чат если кто-то мои да мои команды мне напишите да и те своим директорам напишите чтобы вас добавили в этот чат дальше ежедневно берем на себя обязательства ежедневно собирать как минимум один контакт в день и писать в этот чат марафон знакомств способ знакомства то есть познакомилась вот я вам сегодня зачитывала познакомилась там то с тем то для того то или таким вот образом да можете написать например что за человек был если вам например человек сказал профессию или с детками мамочка была то есть вот по примеру того что я уже прочитала дальше ежедневно мы будем а мы это мы это лидеры проекта а мы будем подводить итог такого марафона знакомств и по итогу а когда мы будем подводить итоги мы будем подводить итоги в конце каталога то есть в субботу мы закрываем каталог и я так думаю что где-нибудь в понедельник после закрытия каталога мы как раз проведем итоговый вебинар как прошел наш марафон знакомств итак значит по итогу среди лучших лучших тех кто больше всех наберет но мы только поставили границу не менее 50 контактов суммарно за все эти дни друзья мои речь идет сегодня пятница пятница суббота воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 10 дней у нас с вами 10 дней на знакомство это получается 5 знакомых в день 5 контактов в день это уже достаточно условий для того чтобы вы участвовали в розыгрыше главного приза что же у нас будет главным при том мы подумали решили что должен приз который нужен и полезен абсолютно всем это конечно же продукция wellness ну вот пока мы думаем что это будет коктейль если у вас есть какие-то другие предложения пожалуйста принимаем но вот пока мы так решили итак но самый главный приз на самом деле конечно же не подарок который получит тот у кого будет больше всего знакомств самый главный приз это увеличение количества людей в ваших командах это увеличение потенциальных клиентов и консультантов вашей команды это увеличение лидеров вашей команды и я вам точно говорю что тот кто очень активно примет участие в этом марафоне знакомств тот конечно же конечно же обязательно я вот прямо наколдую сейчас обязательно к нему в команду именно в это время придет его будущий директор я так думаю что все хотят чтобы к нему пришел будущий директор его команды поэтому друзья мои объявляю наш марафон знакомств открытым как вам идея давайте по десятибалльной шкале оцените идею насколько сильно вы хотите поучаствовать в этом марафоне знакомств и насколько сильно вы хотите выиграть выиграть в этом марафоне знакомств причем во всех абсолютно планах выиграть с точки зрения выиграть главный приз и с точки зрения конечно же бизнеса поэтому друзья мои у нас впереди десять активных продуктивных энергичных классных дней будем со всеми знакомиться отписываться в чате марафона знакомств как познакомились и со сколькими людьми ежедневно познакомились и самое главное как я сказала в самом начале заводите себе новый чистый блокнотик который как и называется марафон знаком да вот я чистенький тоже вам сейчас показываю и каждого 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 с кем вы познакомились вы записываете в этот блокнотик номер ну как я вам показывала номер телефончика имя человека ну и чуть-чуть маленькая характеристика специально для вас как мы будем подводить итоги итоги мы будем подводить скринами скринами вот этих вот ваших записей то есть вам нужно будет просто потом сфотографировать свои вот эти записи да вот так вот так и выставить в последний день выставить общую уже вот эту запись в этот чат вот по количеству людей общему мы собственно и будем подводить итог вот сейчас мне пришла в голову мысль наверное надо два приза сделать первый приз по общему количеству с каким количеством людей познакомиться а второй приз по качественному знакомству то есть приз будет второй разыгран среди тех людей у которых большее количество зарегистрированных в команду было среди всех тех с кем познакомиться я думаю Лена и Оксана меня поддержат им эта идея понравилась Лена и Оксана вам идея нравится? тут я тут от себя да уже придумала вот мне нравится эта идея то есть у нас будет таких вот два победителя один человек у которого просто больше всего знакомств вот Оксане нравится а второй человек у которого будут продуктивные знакомства то есть знакомства перешедшие в то что это эти люди какое количество людей стали потом присоединились в команде и стали консультантами уже в ваших организациях нравится супер идея здорово прекрасно ну что ж друзья мои итак да да регистрация с минимальным заказом да все правильно Тоня поняла итак друзья мои объявляю наш марафон знакомств открытым и с сегодняшнего дня мы начинаем вести зачет вашим знакомствам точно станем бриллиантами абсолютно Лена согласна этот марафон знакомств обязательно поможет вам в достижении ваших целей все на этом я заканчиваю наш сегодняшний вебинар и желаю вам очень очень успешного и продуктивного начала нашего с вами марафона знакомств итак итак Продолжение следует...